да включил все ты можешь начинать друзья добрый вечер тем кто в израиле в россии и добрый день соответственно тем кто здесь нью-йорке в америке мы с вами уже практически накануне и в израиле уже сейчас проводят последние приготовления к пасхальному центру который в этом году у нас будет очень необычным у нас очень много программ походит проходит по зуму и ну слава богу что есть такая технология которая нас объединяет в эти непростые времена но еще очень большой который такой большой челлендж который перед нами стоит в этом году конечно для многих которые оказались без возможности пойти на общественные центры как это часто бывает почти каждый год их проводят и можно пойти на эти центры или пойти семью где кто-то постоянно проводит пасхальный центр многие из нас оказались в ситуации когда впервые придется всегда проводить сами собственно поэтому я и провожу вот эту лекцию урок сессию назовите это как хотите с целью дать немножко может быть какое-то вдохновение и знание которое помогут нам каждому из нас немножко лучше подготовиться к пасхальному центру в этом году тем более что это время радости а сейчас время достаточно тревожный у нас и чем больше мы свои мысли будем занимать делами связанными с подготовкой празднику тем наверное лучше будет наше настроение и тем приятнее будет пасхальный вечер поэтому давайте перейдем сразу к разговору пасхальному центру и это лекция рассчитана в принципе на людей разного уровня знания те кто никогда не проводился до своей жизни и те кто много раз уже его проводила надеюсь что она будет полезно людям очень разного уровня знания и формат того о чем мы сегодня будем говорить это такой взгляд немножко с высоты птичьего полета на пасхальный центр потому что очень часто мне кажется одна из больших проблем которая стоит перед нами когда мы сталкиваемся с большим еврейским текстом вот пасхальная года мы все с вами знаем даже в таком тонком издании как вот это артистоловское издание все равно здесь будет текст у нас страниц но больше 100 страниц текста и форматом конечно ну мягко говоря не вдохновляет это то что у нас называют много буков много буков и как вот в этом огромном лесу вообще не заблудиться и понятно что нужно то что называется вычленять зерна из плевел и разобраться в том что по-настоящему важно а что может быть важно но не настолько в чем основная идея и как вообще сделать из этого длинного и подчас в общем не очень логичного рассказа то что по-английски называют experience а на иврите называют хавая то есть вот это мне кажется основная наша задача осталось вопрос который перед нами стоит как сделать из вот этого довольно непонятного текста который был составлен нашим мудрецами в эпоху талмуда то есть почти две тысячи лет назад чуть меньше мы знаем что идея пасхального сада разбирается в вавилонском талмуде довольно подробно и многие из идеи которых мы с вами сегодня поговорим уже фигурируют там но текст этот составлялся на протяжении столетий и как очень многие еврейские тексты доказался для нашего современного читателя достаточно архаичным достаточно непонятно я сторонник традиционного подхода к гаде и это не означает тем не менее что года должна быть скучно сегодня есть очень много разных версий агады я не настаиваю на том что вы должны выбирать традиционную вы можете выбрать себе любую которая вам подходит и наверное на самом деле важно выбрать пасхального году которая вам действительно подходит но если мы с вами берем традиционную пасхального году это не означает что что пасхальный вечер должен пройти у нас неинтересно. И вот сегодня мы попытаемся как раз разобраться в том, как сделать из этого довольно длинного текста что-то, что будет связано с нашей жизнью сегодня и поможет нам действительно провести пасхальный седр так, чтобы создать себе хорошее настроение, вдохновение и понимание того, чем вообще мы с вами сегодня занимались в пасхальный вечер. Ну, во-первых, почему седр и почему такой не очень понятный формат? Само слово седр, как вы знаете, и на иврите означает порядок, некий порядок, и поэтому в традиционном тексте пасхальной Агоды, как, например, от Скорловской Италии, если мы с вами открываем этот текст, у нас с вами будут вначале все элементы пасхального седра. Ну, они расположены таким образом, что порядок позволяет, в общем-то, наверное, нам всем пройти один и тот же путь, один и тот же путь, который на самом деле является путем, как мы с вами сегодня выясним, от Рапстока к свободе. И в издании Артскоровском пасхальной Агоды напечатаны все эти элементы пасхального седра, и вообще говоря, они составляют собой песню. Кадеш урхац, карпас ехац, то есть ритма. Магид рахца, муцы маца, опять же ритма. Марор корех шухан урех, цафун барех галель нирца. То есть все вот эти 14 элементов, они составлены таким образом, чтобы их можно было легко запомнить. Ну, это своего рода мнемоника, такое мнемоническое запоминание. Сегодня, когда у нас с вами литература письменная, нам мнемоника не очень близка к мудрецам Талмудда и в эпоху, когда знания распространялись в основном устно, это был очень хороший способ запоминания и усваивания материала. Я сейчас не буду касаться вещей, которые вы можете найти в любой пасхальной агоде и не буду проходить по всем элементам седра. Сейчас мы попытаемся сделать нечто другое. Попытаемся разобраться в том вообще, что это за формат и в чем, собственно, идея вот этого, на первый взгляд, не очень логичного и довольно длинного рассказа, повествования, который у нас с вами есть, в котором есть какие-то элементы, которые напоминают тем, кто изучал Талмуд, напоминают дискуссии Талмуда, чем, собственно, они на самом деле и являются. И подчас не очень понятна связь первого со вторым и с третьим и так далее. И, ну вот, на самом деле, пасхальная года была составлена в эпоху Талмуда, когда в земле Израиля было сильное греко-римское влияние. И надо сказать, что хотя у нас об этом не очень любят говорить, принято считать, что мы, как бы, евреи, всегда гордимся только своими еврейскими, делами, по большому счету, влияние греческой культуры и цивилизации на еврейский мир было достаточно значительно. Можно даже упомянуть тот факт, что сам метод талмудической дискуссии, в общем-то, это метод платоновского диалога. То есть мудрецы Талмуда и вообще еврейские мудрецы того времени не видели ничего зазорного или плохого в том, чтобы использовать некоторые достижения того, что они называли греческой мудростью. И, в общем-то, форма пасхального сада тоже является примером заимствования того, что у греков называлось симпозион или симпозиум, когда греческие мудрецы сидели и обсуждали какие-то важные философские вопросы. То есть, по большому счету, мы с вами оказываемся вот на таком симпозиуме, где, как мы знаем, принято было в Риме, в римскую эпоху принято было вообще не сидеть, а возлежать. И отсюда идея-то от того, что мы сегодня, сидя за стульями, не очень понимаем, насколько это удобно. Это совсем неудобно, когда мы сидим вот так вот полуоблокотиться. Но если мы себе представим, как это происходило в то время, возлежали на таких подушках. Все это происходило, как часто сегодня можно увидеть на Востоке. Если вы ходите в восточный дом, там не будет мебели, там не будет стулья. Люди будут как бы полулежа сидеть и на низких столиках, у каждого есть списки столик, приносят еду. Вот так это примерно происходило. Понятно, что далеко не все евреи могли себе позволить такую патрицианскую роскошь, но идея того, что в этот день мы с вами свободны, во многом должна воплощаться в том, что мы эту свободу ощущаем, в том числе и физически. То есть, мы ведем себя как свободные люди, а свободные люди, значит, люди, которые ни в чем себе не отказывают. Люди, которые достаточно богатые. Люди, которые могут себе позволить определенную роскошь. И отсюда идея, например, о том, что мы обмакиваем. Обмакивание в то время еды считалось символом определенной роскоши. И отсюда идея о том, что мы друг друга обслуживали. То есть, нас как бы обслуживают. Мы сами не наливаем себе вино, вино нам наливают. То есть, все эти идеи, и это, кстати говоря, одно из существенных отличий еврейской традиции от традиции греческой. Мы с вами сегодня наследники даже религиозной евреи. В очень большой части наследники греческой традиции мышления. Когда мы привыкли мыслить достаточно логично. От первого ко второму и к третьему. От общего в частности. От аксиом к теоремам и так далее. А мышление греческое, оно абстрактное. И оно, в общем-то, это метод преподавания в университетах, например. В Талмуде совершенно другая методика. И вообще, еврейское мышление, оно конкретно. Оно оперирует конкретными примерами. И поэтому нам достаточно трудно понять вот такой вот текст. Текст Пасхальной Агады, который напоминает некий Талмудический отрывок, в котором возникает периодические ощущения того, что ты просто оказался заброшен куда-то в какую-то непонятную точку океана. И дальше ты должен без того, что у тебя есть компас, сам куда-то плыть. И действительно, Талмуд напоминает собой море. И не случайно это сравнение его приводят сами мудрецы. Что действительно, Талмуд в каком-то смысле напоминает жизнь. Ты как бы оказываешься вовлечен в этот поток. И предполагается, что какие-то определенные вещи ты уже знаешь. Ну, это было верно для мудрецов и для тех, кто участвовал в этом обсуждении. Наверное, было верно для большого количества людей, которые участвовали в составлении текста Пасхальной Агады, в той редакции, которую мы с вами имеем сегодня. А закончена эта редакция была только в Средневековье. Первые тексты, конечно, талмудические. Но вот практически в том виде, как мы его имеем сегодня, это уже Средневековая редакция. Но сегодня перед нами текст, который написан людьми, которые жили, погруженные в этот мир Талмуда. А мы с вами, многие из нас, Талмуд даже не открывали. Как же нам по-настоящему вот это море перебыть? И как вообще нам здесь, что называется, одеваться вот в этой конкретике еврейской талмудической мысли, которая на самом деле интересна еще и тем, что мудрецы прекрасно понимали одну вещь. Для того, чтобы этот цедр стал запоминающимся и стал чем-то, что объединит евреев абсолютно разного уровня знания, недостаточно просто размышлений. Необходимы какие-то конкретные действия. Необходима какая-то определенная символика, которая будет в простых и понятных всех вещах. Мы вкушаем мацу. Мы испытываем ощущение горечи, когда мы едим морор. Морор – это символ рабства, он горький. Мы пьем вино и испытываем состояние радости. Вино веселит сердце человека, как сказал об этом псамопевец Давид. Вино, соответственно, символ свободы. И вот вся символика пасхального седра – это символика рабства или символика свободы. Для того, чтобы эту символику усилить, мудрецы говорят нам о том, что те виды еды, которые у нас за пасхальным столом символизируют рабство, мы едим не облокотившись. Мы как бы в состоянии рабства, в состоянии притеснения. А то, что мы с вами едим облокотившись или пьем вино, например, облокотившись, это символизирует свою свободу. По поводу мацы, с маццом мы разберемся, мацу на тот момент, когда мы ее едим, она уже, конечно, символ свободы, и мы едим ее облокотившись. Но с маццой это все достаточно интересно и непросто, потому что пасхальная года начинается, история магид. А магид – это ключевая секция, конечно, пасхальной годы. И история выхода из Египта рассказывается именно в этой части. Что исполняет собой заповедь Торы? Это скажи сыну своему. И секция магид у нас начинается с того, что мы с вами демонстрируем мацу, и показываем мацу, мы говорим, «Ха лахмаани» – вот это хлеб бедности, или по некоторым версиям хлеб притеснения, который был у наших отцов в Египте. Хлеб бедности и притеснения – это никак не символ свободы. Уже в конце секции магид, когда мы с вами исполнили заповедь рассказа о выходе из Египта, и по сути не просто вспомнили то, что было когда-то в древности, а сами проходим через этот путь. Это то, чем магид заканчивается. Бхоль дор вадор хая вадам лирот – это тсмок и лугу и цам и мецааль. В каждом поколении каждый из нас должен видеть себя выходящим из Египта. И вот уже здесь, в этот момент, мы с вами снова показываем на мацу и говорим, что маца потому у нас на пасхальном столе, что хлеб не успел закваситься, евреи должны были выйти, то есть получается, что маца, безусловно, становится символом свободы. То есть прямо перед нашими глазами на пасхальном седре происходит трансформация главного пасхального ингредиента. Вот этот хлеб бедности, символ рабства, хлеб притеснения становится прямо как по рецепту алхимиков. становится символом свободы. И вот это очень интересный момент, конечно, пасхального седра. Об этом можно поговорить. И это, наверное, интересная тема для размышления о том, что символика, которая, на первый взгляд, она достаточно банальна. Ведь сегодня, когда мы с вами живем в 21 веке, у нас есть такое количество технологий. Можно было бы, знаете, всех привезти к кинотеатру, устроить какое-то свето-звуковое представление о выходе из Египта, которое бы поразило все наши органы чувств. И мы бы остались под таким ярким впечатлением. Кстати, один из наших мудрецов, Раблейд Блох, он живет в Литве в 19 веке. Ну, в Литве в 19 веке еще не было такого большого количества современной технологии, как у нас с вами сегодня. Тем не менее, он этим вопросом задался. Он говорит, почему, в общем-то, такой непонятный способ донести информацию из поколения в поколение о выходе из Египта. Через какие-то символы. Почему не сказать о вещах прямо? Почему не воздействовать на органы чувств непосредственно? Почему не сделать так, чтобы у людей возникло ощущение «Вау!» примерно такое, наверное, которое было у людей, когда они стояли на горе Сина или когда они выходили из Египта. И ответ он дает очень интересный. Он говорит, дело в том, что наше подсознание запоминает вещи, которые происходят с определенным постоянством, и вот эти вещи откладываются в память. Если событие очень яркое, оно будет ярким только первый год. Уже на второй, на третий, на четвертый год оно потеряет свою яркость и потеряет свой вкус. Но если у нас с вами есть какая-то глубоко заложенная символика, которая достаточно тонка для понимания, достаточно глубока, и вот эта символика, которая у нас есть в ночь пасхального седра, ведь что символизирует собой Матца, мы видим очень непростая символика. Здесь есть о чем поговорить, подумать. Здесь есть почва для размышлений, здесь есть возможность для того, чтобы мы каждый год заново воздействовали на себя и задумывались об этом, и, так сказать, прибегали к своему воображению, чтобы представить себе все глубокие идеи, которые, по сути, Матца собой символизируют. А, помимо Матцы, у нас с вами есть Марок, у нас с вами есть пасхальное вино, 4 бокала, и другие пасхальные символы. Каждый из них очень многогранен, и каждый из них достаточно тонок. И идея, как раз, говорит Роблок, состоит в том, что таким образом эти символы откладываются у нас, что называется, в подкорку, в наше бессознательное. И таким образом, вот эта идея, идея перехода от рабства к свободе становится какой-то очень важной частью жизни каждого из нас. Ну, мы немножко поговорили о формате пасхального седра, о том, что, по сути, это формат греческого симпозиума, и предполагалось, что, подобно философам, евреи сидят за пасхальным столом и обсуждают тему пасхального седра. Поэтому, конечно же, идея вопросов очень важна на пасхальном седре. И, собственно, когда мы с вами открываем могиль, то, что мы видим в самом начале могиль, это вопрос Маништана. Ну, в этом году вопрос Маништана, чем отличается эта ночь от всех других ночей, будет действительно для нас достаточно легким. Нам будет довольно просто на этот вопрос ответить. В этом году у нас есть очень много отличий того, как мы проводим пасхальный седр в изоляции, в отличие от обычных этих больших пасхальных седров, которые у нас были каждый год. Но, тем не менее, если мы с вами вернемся к тексту пасхальной годы, вопрос, чем отличается, задается каждый год. И очень часто, действительно, чем отличается эта ночь от всех остальных ночей? Ну, у нас есть ответ, мы знаем, ответ дается в форме песни. И в этой песне мы указываем на четыре отличия, которые есть у нас между ночью пасхального седра, когда мы едим только мацу, когда мы два раза обмакиваем, а обмакивание – это тоже символ богатства, символ того, что мы с вами люди свободные, когда мы с вами сидим облокотившись, еще один из символов свободного человека. И, наконец, когда мы с вами, что я еще не упомянул, едим исключительно горку и зелень. Вот это четыре ответа, которые мы с вами даем, обычно в форме песни. Кто-то из самых маленьких, обычно это дети какого-то небольшого юного возраста, они поют эту песню. Но, по большому счету, Раф Кук говорит очень интересную мысль, он говорит, что идея на самом-то деле прежде всего в том, чтобы заинтересовать всех присутствующих. И поэтому очень многие вещи в пасхальном седре делаются таким образом, чтобы, как говорит мудреца Талмуда, чтобы дети задали вопрос. И, по большому счету, когда мы делаем какие-то необычные вещи, например, еще до того, как мы начинаем могить, начинаем историю рассказа о выходе из Египта, мы с вами едим карпас. Карпас – это, может быть, любой, абсолютно любой овощ, который не является мором, то есть не горький. И вообще само слово карпас – очень непонятно. Его происхождение, скорее всего, греческое. И это не еврейское слово. И вот такой способ начала трапезы, он вот совершенно необычный. И целью его состоит как раз в том, чтобы дети задали вопрос. Тем более, что здесь есть такая довольно редкая и не всем известная Аллаха о том, что если мы что-то окунаем в воду, необходимо на это омыть руки. Поэтому перед тем, как мы едим вот эту зелень, это может быть зелень или картошка или какой-то другой не горький овощ, мы окунаем его в соленую воду, и перед этим мы омываем руки. Вот это, на самом деле, конечно же, должно пробудить интерес и любопытство. После этого, после этого как раз мы начинаем могить, и вот уже, когда мы начинаем могить, с маней штана, говорит Равкок очень интересную мысль, бывший главный раввин, первый главный раввин тогда еще британской мандатной Палестины, он говорит о том, что, по большому счету, ценность вопроса, она огромна. И одна из идей пасхального центра, да, собственно, одна из идей вообще еврейской традиции, что в каком-то смысле вопрос, который мы с вами задаем, он даже более ценен, чем ответ, который мы получаем. Потому что, по большому счету, вопрос, это всегда возможность каждого из нас, что-то лучше понять. Вопрос возникает на границе знания и незнания. Как в свое время рассказывают о Сократе, что ученики спросили его, учитель, почему у тебя так много вопросов? И Сократ в качестве ответа нарисовал два круга. Один круг большой, а другой круг поменьше. И указав на первый круг, большой круг, он сказал, это круг моих знаний. Потом он указал на второй, сказал, это круг ваших знаний. Он не столь велик. А вопросы возникают на границе между знанием и незнанием. Поэтому, друзья, чем больше мы задаем вопросов, тем больше по-настоящему мы знаем. Мы знаем то, что мы не знаем. Ведь если я даже не обладаю никакой информацией о чем-то, мне это абсолютно неинтересно, я не понимаю вообще с чем это едят, у меня не будет никаких вопросов. Поэтому, когда я открываю вот этот стостраничный текст или в некоторых изданиях еще больше страниц пасхальной агаты, и я вижу огромное количество этого, это целый лес букв. Мне непонятно, как через него продираться, что с ним делать. Но по большому счету, если я концентрируюсь на каких-то определенных вещах, которые связаны с моим личным жизненным опытом, с чем-то, что мне уже известно и понятно, с чем-то, что имеет отношение к моей сегодняшней реалии, я начинаю продираться через этот лес и прокладывать себе тропинку. И вот, собственно, вопрос – это очень эффективный способ того, как сделать этот текст и как сделать вообще историю пасхального седра лично интересной для каждого из нас. Поэтому, друзья, давайте задавать вопросы и давайте учиться друг у друга. И я надеюсь, что вы найдете время посмотреть какие-то источники онлайн. Есть куча сегодня пасхальных агодот, которые даже можно загрузить онлайн и составить даже свои собственные пасхальные агоды. Поэтому возможности на самом деле сегодня большие, почти неограничны. И мне хочется вам пожелать, чтобы вы, да и мы все вместе, эти возможности использовали. Ну, как мы уже сказали, главная заповедь пасхального седра это рассказать о выходе из Египта. И когда мудрецы составляли вот этот текст пасхальной агоды, по большому счету перед ними стояла задача сделать что-то, чего в принципе, наверное, что в принципе сделать, наверное, не очень просто. Ведь пасхальная агода действительно погрова, притеснений еврейской общины в разных странах мира празднуют Песох. И происходит это в общем-то более-менее по одному и тому же сценарию. И Песох в принципе это праздник, который так или иначе собирает нас всех вместе. Как сделать этот праздник интересным, насыщенным, это как раз задача, которая стоит перед нами с вами сегодня. многие из нас будут проводить пасхальный садер впервые. И именно поэтому вот эта сессия наша с вами сегодня ставит собой целью дать какие-то определенные идеи, пищу для ума, чтобы у нас возникло какое-то определенное знание, которое побудет каждого из нас в табу, чтобы дальше продолжать поиск новых вопросов и искать новые ответы. Мы с вами начинаем историю Магид, начинаем историю Магид не на иврите, а на иранейском языке. И здесь говорится такая фраза, некое провозглашение. Говорится о том, что каждый, кто голоден, пусть придет и поест, а каждый, кто нуждается, пусть придет и отпразднует Песк. В чем смысл вот этого провозглашения? Понятно, что оно не просто символическое, понятно, что здесь есть какая-то определенная идея, и, наверное, идея здесь состоит в том, что если мудрецы задумывают вот этот пасхальный вечер как вечер, когда каждый из нас выходит от рабства к свободе, часть процесса понимания того, что такое быть свободным, состоит в том, что я не только могу брать что-то себе, но могу так же и давать. В этом смысле у нас, кстати, в этом году уникальная возможность. Очень часто, приходя на какой-то общественный седер или на какой-то седер, который организовывает кто-то другой, мы, по сути, являемся пассивными участниками, мы только берем. В этом году у нас с вами так уж сложилась изоляция, не самая простая ситуация, но любой такой сложный момент, любой такой кризис, это всегда и возможность. У нас появляется возможность также не только брать в этом году, но и давать. И эта возможность по сути стала некоторой необходимостью. Мы, очень многие оказались в ситуации, когда если мы сами седер не проведем, никто за нас не сделал. Ну, прекрасная возможность что-то новое выучить. И начало пасхального седера как раз открывает нам глаза на то, как это важно. Тот, кто голоден, это физические нужды человека. Тогда что означает следующее? Тот, кто голоден, пусть придет и поест. Мы предлагаем, наши двери открыты, и отсюда у нас есть заповедь перед Песахом, это называется кимха де писха, тоже на арамейском языке, язык понятный тогда абсолютно всем. собирались специальные дзнака, специальные, так сказать, пожертвования на то, чтобы абсолютно всем евреям хватило на празднование пасхального седера. И, кстати, сегодня тоже есть большое количество организаций, которые этим занимаются. В этом году эта битва может быть еще более важна, чем во все предыдущие годы. Есть очень большое количество людей, нуждающихся. Вы можете, кстати, зайти на мою страницу Facebook и посмотреть, там тоже есть fundraiser, есть компания, которую мы проводим помощи, сбора денег на помощь кимха де писха, на помощь семьям, русскоязычным семьям в Израиле, которые сегодня оказались в очень непростой ситуации, много пенсионеров, много пожилых людей, которые оказались заперты в своих квартирах. Вы знаете, в Израиле очень жесткий карантин. Мне хочется пожелать всем этим семьям, всем нам, собственно, чтобы у нас песок прошел счастливо и чтобы нам всего хватало и чтобы, самое главное, мы все были полны надежд и хорошего настроения, чтобы у нас было физическое, психологическое здоровье. Это все очень важно в это непростое время. Если вы захотите принять участие в этой микс-фе, можете зайти на мою страницу Facebook и посмотреть подробно всю информацию об этом. Но, во всяком случае, вот здесь говорится, и это не просто прокламация, это не просто пустые слова, тот, кто голоден, пусть придет и поест. А дальше тогда зачем это повторение? Тот, кто нуждается, пусть придет и отпразднует песок. То есть здесь мы говорим о чем-то другом и мудрецы подчеркивают, что второе обращение на самом деле говорит о том, что мы не только физически голодны, у нас есть еще и духовная жажда, у нас есть потребность насытиться и получить знание, информацию. Это особенно верно в наше с вами время, когда возможности получения знания и информации огромны, а с другой стороны, многие из нас достаточно оторваны от традиций. И поэтому, опять же, в этом году мы можем этот свой голод насытить и у нас появляется возможность этот свой голод насытить во многом благодаря тем уникальным обстоятельствам, в которых мы с вами оказались в этом году. Поэтому давайте эту возможность использовать. у нас есть некий путь, который мы проделываем от рабства к свободе. Сразу после того, как дети поют мани штана, мы начинаем этот путь. Мы начинаем этот путь с того, что вспоминаем о том, что мы были рабами. И вот здесь очень интересно, у нас у евреев всегда должно все быть достаточно сложно. и в Талмуде практически по любому вопросу есть споры, есть обсуждения. Все согласны с некой общей концепцией. Концепция состоит в том, что пасхальный реседр это путь от станции, которая называется рабство, к станции, которая называется свобода. Вопрос только возникает в том, в чем состоит рабство. И вот здесь у нас есть два ответа на этот вопрос. Рав и Шмуэ, два известных мудреца Талмуда дают свои ответы на этот вопрос. Один говорит, рабство это физическое рабство, которое было в Египте. Все достаточно просто и понятно. Другой говорит о том, что на самом деле рабство прежде всего это духовное состояние. И рабство состояло в том, что еще задолго до того, как евреи оказались в Египте, еще предки Авраама были белпоклонниками. И вот согласно мне рабам, что делает еврейская традиция, что делают мудрецы, мы следуем обоим мнениям, поэтому у нас с вами получается две точки начала пасхального седра. У нас есть история о том, как мы были рабами в Египте. И это у нас в самом начале текста Магир, после того, как мы поем Мани Штана. И после этого у нас есть история о том, как в начале мы, наши предки, еще до того, как было египетское рабство, еще даже до Авраама, речь идет о предках Авраама были идолоподавцы. В каком-то смысле верно и то, и другое, как мы с вами понимаем. И это, кстати, очень интересный подход вообще к любому спору, ведь практически любой спор в Талмуде не разрешается линейно. Мы с вами очень часто привыкли мыслить просто, вот это так, а вот это черное, вот это белое, вот это верно, а это неверно. В Талмуде почти всегда мы находим то, что по большому счету и ты прав, и ты прав, как в известном еврейском анекдоте на эту тему два человека приходят к раввину и каждый со своей чашбой и он выслушивает первый, говорит, да, мой, что ты прав. Потом выслушивает второй, говорит, да, Шимон, ты тоже прав. Но и женщина, которая сидит и присутствует при этом, это рэбер, но ведь они противоречат друг другу. И он смотрит на нее, говорит, что ты тоже права. Ну, это, конечно, анекдот, но в каком-то смысле идея в том, что действительно мы с вами сегодня живем в 21 веке, когда мы понимаем, что логика очень часто весьма ограниченно воспринимает мир, а мир очень сложный. И две точки зрения, которые на первый взгляд кажутся взаимоисключающими друг друга и противоположными, каждая из них несет какой-то элемент истины. А истина, она многомерна. И только увидев две эти взаимоисключающие точки зрения вместе, мы сможем, так сказать, восстановить полноту картины. Поэтому каждый из нас уникален, и каждый из нас имеет какое-то совершенно уникальное место в мире и какую-то уникальную возможность открыть ту часть истины, которая может быть дана только ему. Ну, очень известное место в тексте «Пасхальные годы», опять же, в самом начале, это история четырех сыновья. Откуда вообще эта история взялась? Что это за четыре сына? Есть огромное количество средневековых иллюстраций в «Пасхальные годы», где всегда будут изображены эти четыре сына. Понятно, что злодей очень часто изображался в такой нееврейской одежде, часто с каким-то военным снаряжением, либо саблей какой-нибудь офицер, человек полностью отошедший от иудаизма, от религии. Мудрец изображался с большим каким-то фолиантом. Видимо, ученый-человек учит Тору. У нас есть еще проста, и есть тот, кто даже не знает, как задавать вопросы. Вот интересно, что не знающие задавать вопросы, вообще говоря, для очень большого количества религий наверное был бы идеальный адепт. Человек, который не знает вопросов, он совсем полностью согласен. Как мы говорим, у матросов нет вопросов. Но тем не менее, в еврейском подходе это проблема. Мы с вами говорим о том, что нужно помочь ему задать вопрос. Нужно сделать так, чтобы у него возник интерес. Ведь когда у человека нет вопросов, это говорит о том, что ему абсолютно неинтересно. Ну а в наше время последний любаяческий рэбэ покойный говорил о том, что есть еще и пятый сын. Пятый сын это тот, который не приходит за пасхальный стол. Ну и в этом году, благодаря вот как Натан, который помогает нам через организацию Люльмот провести вот эти замечательные вебинары, поделился со мной до начала этой сессии тем, что в Израиле в этом году будет онлайн пасхальный седр, так сказать, лайк, вживо, в прямом эфире и абсолютно весь Израиль. Ну вот так получилось, что технология сегодня нас объединяет, хотя нас разделяет карантин. Весь Израиль будет вместе праздновать пасхальный седр. Ну что ж, друзья, это, наверное, замечательно. Но вернуться к четырех сыновьян, откуда они взялись? Мудрецы очень внимательно читали текст Торы и ничего в Талмуде не берется из ниоткуда. Ведь Талмуда да устная традиция, которая трактует то, что написано в Торе. Так вот, друзья, в Торе, в тексте Торы говорится четыре раза о том, что когда спросит себя твой сын по поводу пасхальной жертвы, будет вопрос спустя многие поколения зачем это, о чем это, для чего это. Ты дашь ему ответ. И четыре раза Тора повторяет этот вопрос и дает четыре разных ответа. Как так может быть, что четыре разных ответа мудрецы приходят к неизбежному выводу о том, что это не один и тот же сын. Это разные сыновья. Есть, если хотите, еврейская типология четырех сыновей. И в каком-то смысле мы, наверное, на протяжении своей жизни оказываемся каждым из этих сыновей. Какие-то вещи нам неинтересны, как сыну, который не хочет задавать вопросы. В каких-то вещах мы не готовы принять очень многое из того, что нам предлагается, подобно сыну злодею. В каких-то вещах мы проявляем мудрость и терпение, подобно сыну-мудрецу. Ну, и в чем-то, наверное, мы ведем себя как там. Там это сын, который наивен, или его называют простаком, который задает простой вопрос, не желая вдаваться в детали и подробности. Ну, на самом деле, это довольно интересный подход, понимание того, что, и это, кстати, относится вообще к воспитанию детей, что очень важен индивидуальный подход, очень важно понять, что один и тот же вопрос, который задают разные люди, или даже, скажем так, один и тот же вопрос, который мы с вами задаем в разных ситуациях, на разных этапах своей жизни, требует разного понимания. За одними и теми же словами скрывается совершенно разная реальность. Мы с вами продолжаем движение по пути от рабства к свободе. Здесь у нас очень длинный отрывок томудических изысканий из текста Торы. Мы находим разные подтверждения того, как евреев притесняли в Египте. И то, что я провожу в общественной сцене, я говорю, потому что часть всего публика собирается, вряд ли оценит все прелести такого довольно непонятного и немножко архаичного мудического дискурса. Я говорю, что, вы знаете, в нашей жизни есть B-Train, поезд B, который идет экспрессом, и в некоторой остановке он пробегает довольно быстро. Мы прочитываем этот текст, каждый прочитывает его сам, те, кто считает нужным, прочитывает, те, кто не считает, не прочитывает. Вы можете на самом деле сделать это, как считаете нужным. Мой небольшой инсайт здесь состоит в том, что важно правильно расставить приоритеты. Перед вами ночь, но вряд ли люди готовы сидеть до 4-5 утра, особенно если компания у вас небольшая в этом году, и вы можете либо полностью это пробежать глазами, либо проскочить, что называется, очень быстро, потому как есть более важные моменты текста. Здесь, в общем, мудрецы разбирают разные аспекты того, как евреев притесняли в Египте. Дальше мы подходим к моменту, когда у нас есть определенная символика 10 казней, и мы, рассказывая о 10 казнях, мы традиционно, у нас с вами наполнены бокалы вина, к вину мы еще подойдем, у нас 4 бокала вина, и почему именно 4, тоже имеет смысл, и тоже взяты это история. И наполненный бокал вина мы по капле откапываем на каждую из 10 казней, называя каждую из казней. Смысл здесь состоит в том, что наша чаша радости, вот этот бокал вина, не может быть полный, когда мы упоминаем страдания. Причем, заметьте, страдания здесь, это страдания египтян, которые нас предъясняли. То есть наших надсмотрщиков, тех, кто понукал евреев, тех, кто избивал евреев, издевался над евреев, казалось бы, очень часто возникает совершенно законное, резонное желание в общем-то порадоваться тому, что и им тоже пришло, так сказать, и на их голову свалилось горе. Ну, еврейская традиция говорит нам о том, что не стоит радоваться падению даже злодеев. Ну и здесь у нас тоже небольшой талмудический дискурс, который, есть три раввина, которые это немножко напоминают спор рыбаков. Я немного утрирую так, пусть простят меня мудрецы, это немного своего рода шутка, но для тех, кто не очень знаком опять же с талмудической риторикой, здесь некий пример такой талмудической риторики, когда каждый из мудрецов пытается показать буквально на пальцах, как можно из десяти казней сделать большее количество и показать, что сила, которая раскрылась, божественное присутствие на море, если в Египте Всевышний видел только лишь один перст, один палец, то на море он раскрылся всей своей могущей рукой, а так как на руке у нас пять пальцев, то получается, если было десять казней, то на море их было пятьдесят, и другойラвин говорит, что в каждой из казней было четыре аспекта, получается, что сорок умножить на пять, на море уже двести казней. А третий говорит, что вообще говорить не четыре, а пять. Из серии «казнить нельзя помиловать» вопросик, где расставили в запятую, и получается, что пять аспектов каждой из казней, и получается, что у нас пятьдесят казней было в Египте, а на море тогда в пять раз больше, двести пятьдесят. Ну, а чем все? Довольно трудно понять, и на самом деле Это некий язык коммунической риторики, определенная такая, некая гипербола, которая ставит своей целью показать величие того, что происходило, немножко воздействует на наше воображение, немножко воздействует на наши органы чувств. Знаете, когда рыбаки собираются, каждый говорит, какую большую рыбу он поймал, и это должно произвести впечатление на всех окружающих. Ну, вот примерно такая у меня аналогия возникает. Во всяком случае, после этого мы поем знаменитую песню Дайейну, и песня Дайейну ставит своей целью сказать нам, что очень много из того, что происходило, если каждый из этих отдельных моментов мы рассмотрим в отдельности, уже его было достаточно для того, чтобы сказать спасибо. И мы очень часто, друзья, забываем о том, как много в нашей жизни, в повседневной жизни окружает нас постоянных благ и благословений, которыми мы пользуемся не задумываясь. Сегодня мы с вами живем, и у нас в доме есть электричество, есть свет, есть горячая вода, есть интернет, который позволяет нам современные технологии вот так вот даже в эпоху карантина быть связанными друг с другом. Я думаю, мы с вами живем в очень благословенное время. Я думаю, что когда мы встаем утром, и те из нас, кто читают утренние благословения, может на секунду задумываться о том, что каждый из этих благословений – это такая мини-медитация. Это такое напоминание самим себе о том, что в нашей жизни есть огромное количество блага, и нас окружают благословения. Просто, к сожалению, мы очень часто их не замечаем. А ведь в нашей жизни всегда есть место чуду и место прекрасного. Мне хочется пожелать всем нам, чтобы мы об этом не забывали. И в этом, собственно, идея песни Дайей. После этого мы с вами подходим к символике Мацы и Марора. И у нас есть короткая версия Алеля. Короткая версия Алеля. Алель – это хвалебная песня, которая будет у нас в конце пасхального седра. Магит заканчивается тем, что, собственно, является, наверное, самым главным элементом пасхального седра, если хотите, некий такой панчла. Вот то, что совершенно необходимо сделать и о чем нельзя забывать. И это слова Рабан Гамреля о том, что каждый из нас должен видеть себя выходящим из Египта. Каждый из нас должен понять, что мы с вами не просто празднуем какую-то годовщину событий, которые как в Советском Союзе праздновали какую-нибудь там годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции. А что сегодня происходит? А сегодня вообще 7 ноября на дворе, и это даже не октябрь, и вообще никакого отношения к революции, и вообще другое время, и вообще никому не интересно, и все ходят с этими красными знаменами и машут иметь без всякого смысла. Еврейский праздник, друзья, это что-то совсем другое. Песах, да и все еврейские праздники – это возможность нашей встречи с Творцом. И поэтому пасхальные события, согласно замыслу мудрецов, время, как говорит об этом еврейская традиция, оно движется по спирали. И мы с вами на новом витке спирали сталкиваемся с событиями прошлого, которые сегодня уже в новой ипостаси раскрываются некими новыми гранями, но по сути это тот же выбор между рабством и свободой. И даже если у меня на руках нет наручников, и я физически свободен, я в чем-то все равно должен выйти из Египта. Египет на иврите Митцраем связан со словом цар, цара, какие-то определенные вещи, которые меня стесняют, которые не позволяют мне раскрыться, не позволяют раскрыться моему потенциалу. Что это за вещи? Это возможность каждого из нас задать себе этот вопрос. И понять, что вообще говоря, идея Пасхального Центра – это именно и по-настоящему сегодня, тогда, когда мы собираемся за столом и едим мацу и вкушаем вкус пасхального вина, по-настоящему осознать себя свободным человеком. И понять и раскрыть, в чем смысл моей свободы. Для чего это свобода? Что я могу с этой свободой сделать? Я физически свободен? Свободен ли я духовно? Насколько я действительно готов быть благословением для окружающих? Ну, вот здесь как раз, наверное, время подойти к разговору о четырех бокалах вина. И этим мы с вами закончим разговор о Пасхальном Центре. Четыре бокала вина – это, если хотите, такие этапы на пути от рабства к свободе. И когда мудрецы изучали очень подробно текст Торы, где говорится о выходе из Египта, в самом начале недельной главы Ваера Всевышний обращается к Моисею и говорит ему о том, что услышал стенание сынов Израиля, которых египтяне порабощают, и вспомнил союз со своим народом, и говорит ему дальше следующее. «Поэтому скажи, сынам Израиля, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян». Это первое, выведу из-под ига. Второе. «Избавлю вас от служений». Это уже два. Третье. «Спасу вас мощью великой и чудесами». И четвертое. «Возьму я вас народом себе». Вот это четыре аспекта, на которые обратили внимание мудрецы, которые характеризуются в Торе четырьмя глаголами. Каждый из них имеет определенный очень важный смысл. И это этапы выхода от рабства к свободе. В нашем обычном стандартном понимании, чтобы быть свободным, достаточно просто, чтобы с тебя сняли наручники, достаточно, чтобы закончился карантин, и тебе разрешили ходить куда угодно. Вот это свобода. Я могу делать все, что я хочу. Но в еврейском понимании мы увидим, что эта свобода тоже важна. Это свобода от. Но есть также и свобода для. Есть, если хотите, горизонталь свободы, которая дает нам возможность делать все, что я хочу. И на иврите это называется словом хофеш. Но есть также и вертикаль свободы. Свобода, которая предполагает некую цель, некий смысл, которая наполняет нашей жизнью содержанием и дает нам действительно возможность, благодаря этой свободе, подняться к реализации нашего высшего я, нашего потенциала. И вот такая свобода называется словом хирур. И вот интересно, что слово хирур мудреце обыгрывают. Ведь в Песах называется взман хируртену, время нашей свободы. Именно от слова хирур. Мудреце обыгрывают историю с дарованием Торы на горе Синай. Там сказано, что в скрижале Завета были выгравлены буквы. Буквы были выгравлены, проходили сквозь скрижали. И на иврите это слово хирур. Хирур означает на иврите буквально выгравлены. И мудрецы говорят, не читай хирур, а читай хирур. Такая некая игра слов. И смысл этой игры слов, друзья, состоит в том, что подлинная свобода, подобно тому, как если мы представим себе скрижали Завета и выгравлены на них буквы, которые проходят насквозь, представим, не случайно, что эти скрижали в форме сердца, как говорят хасистские учителя, Тора должна быть записана на сердце каждого из нас, а не просто записана где-то и лежат там, где-то стоят на полке. И не просто быть какой-то информацией, которая непонятна для чего, а должна стать инструментом нашей трансформации, нашего перевоплощения, должна сделать нас лучше, добрее, умнее, должна сделать нас людьми более отдающими. И в этом цель дарования Торы. И тогда действительно получается, что это дарование Торы, вот это знание, эти буквы, которые проходят насквозь, они на самом-то деле дают нам подлинную свободу. То есть свобода в этом понимании означает не только и не столько свобода от, свобода от тех вещей, которые нас прообращают внешне, сколько свобода для, свобода, которая благодаря вот этой глубине сознания, благодаря наличию вот этого внутреннего смысла, благодаря пониманию того, что в нашей жизни есть какой-то стержень, какая-то вертикаль, какое-то целеположение, мы можем направить свои ресурсы в нужную сторону. И вот эта свобода освобождает нас от того, что в рамках пасхальной символики мы называем хамец. И что такое хамец? Хамец – это, конечно, состояние, когда мы застряли в каких-то собственных удовольствиях, и мы позволили вот этому хлебу, этой муке подняться, поднимается, поднимается, подобно нашей гордыне, подобно нашему эгу, и заполняет собой все предоставленное пространство, не видя вокруг себя окружающих и не видя вокруг себя более достойных целей, чем просто получать удовольствие от жизни. Поэтому маца, которая как раз является противоположностью хамца, хотя ингредиенты те же самые, разница между мацой и хамцом состоит в том, что маца, друзья, была продуктом здесь и сейчас. Она не была завязана на каких-то устоявшихся убеждениях человека, на чем-то, к чему он привязан был до. Потому что, когда евреям было сказано выйти из Египта, это произошло здесь и сейчас, вот в этот момент. Они должны были выйти, у них не было возможности по-настоящему подготовиться к этому. Но в каком-то смысле это и есть состояние свободы. Кстати, напоминаю, во многом происходящем у нас с вами сегодня. У нас есть только здесь и сейчас. У нас перед нами неопределенность и неизвестность. И по большому счету это многих пугает. Но на самом деле дает нам возможность по-настоящему оказаться здесь и сейчас. И по-настоящему почувствовать, что этот момент означает для нас. Помните, как в знаменитой песне «Есть только миг между прошлым и будущим» именно он называется жизнь. Так вот эти четыре бокала, друзья, два из которых, первые два этапа, это выход из физического рабства, как здесь написано в Торе. Выведу я вас из-под ига египтян. То есть сначала нужно было сделать так, чтобы евреи просто перестали физически работать на своих кровообладельцев, чтобы избавить их от трудовой повинности. «Избавлю вас от служения» и им означает избавить их также от необходимости быть рабами без документов, без прав, быть бесправными людьми. Может быть, уже трудовая победа закончилась, но человек остается бесправным. Вот это то понимание свободы, которое доступно абсолютному большинству людей сегодня благодаря тому, что мы с вами живем в мире, в котором господствуют либеральные ценности, которые во многом продолжение того, что мы называем идею христианских ценностей, но они восприняли эту идею свободу лишь частично. То есть это свобода от. И вот сегодня, когда мы говорим с вами понятие свободы, для большинства людей здесь все заканчивается. Но дальше, друзья, начинается самое интересное. У нас есть горизонталь свободы. Теперь мы строим вертикаль. Человек освободили от нарушников, ему дали возможность самому распоряжаться своей жизнью. А дальше возникает большой вопрос, а что дальше делать? А как этой жизнью распоряжаться? И у нас с вами наступает третий этап. И на третьем этапе как раз Всевышний раскрывается людям. И избавлю вас. Слово геула, избавление, это одна из центральных еврейских идей. Всевышний присутствует в нашей жизни. Он присутствует ровно настолько, насколько мы готовы его в нашу жизнь впустить. И хотя в нашей жизни сегодня нет таких открытых чудес, которые были тогда, в эпоху выхода из Египта, мы по большому счету можем, если внимательно присмотримся, впустить Всевышнего в свою жизнь сегодня и дать возможность обстоятельствам нашей жизни раскрыть картину того, как он постоянно ведет с нами диалог. И мне хочется нам пожелать вот этого внимания, этого желания увидеть присутствие Творца в нашей жизни. И те маленькие чудеса, которые происходят у нас. Ну а уже четвертое выстраивание отношений. Я возьму вас себе, народом. Это отношения, которые строятся между отцом и отцом. Это самые очень близкие отношения с отцом. В во всяком случае, так предполагается. И поэтому конец пасхального это радостная песня человека. И уже четвертый бокал вина, ведь каждый из бокалов это определенный этап. Первый бокал это кедуш, освещение праздника. Второй бокал за чтением пасхальной годы, Магин, когда мы собственно выходим от рабства к свободе. Третий бокал это пасхальная трапеза. После пасхальной трапезы мы выпиваем третий бокал. А вот уже четвертый бокал, друзья, это хвалебный... Спасибо, да, продолжаем. Окей, друзья, я прошу прощения. Прошу прощения за некоторые технические неполадки, которые у нас возникли. Как сказал Натан, я, видимо, вышел в астрал. Так сказать, на четвертом бокале вина пытался все это представить себе. Ну, на самом деле, если серьезно, хотел еще пару моментов. Обратите внимание на пару моментов, которые есть у нас в пасхальном садре. После того, как мы поговорили о четырех бокалах и о вот этом процессе перехода из состояния раба в состояние свободного человека, садр заканчивается, как мы с вами знаем. В общем-то, садр начинается с того, что мы говорим, что сейчас мы рабы, а в следующем году свободные люди. Помните, в самом начале секции Магид, сейчас мы здесь, а в следующем году в Израиле. И заканчивается пасхальный сад, как мы знаем, Лишанаба, Абли Рушалай. И это веселая, радостная песня. Ну, те из нас сейчас не в Иерусалиме. Это в особенности важно, наверное, эту песню исполнить. но вопрос, который очень часто возникает. Ведь каждый год евреи говорят это. Следующий год, в году в Иерусалиме. И остаются там, где они остаются в своем комфортабельном в Галуте, где-нибудь в Нью-Йорке, там, или в Лос-Анджелесе, или в той же Москве, где сегодня не так плохо. В чем смысл? Так вот, на самом-то деле, друзья, тут есть очень важный момент еврейской грамматики. Не написано Бешанаабаа в Иерусалай. Не написано, что в следующем году в Иерусалиме. А написано, что на следующий год, который начинается уже сейчас. Начинается уже сейчас. Я посмотрел комментарии, здесь есть, что лекция была настолько интенсивной, что Zoom не выдержал. Да, вероятно. Спасибо за комментарий. Во всяком случае, Лешанаабаа, друзья, означает К. То есть, это направление движения. Мы задаем этот вектор направлений уже сейчас, уже сегодня. И поэтому смысл, подлинный смысл, когда мы будем с вами сегодня, уже не сегодня, через пару дней петь Лешанаабаа Берушалаем состоит в том, что мы задаем намерение себе. Мы желаем вот уже сейчас там оказаться. И мы уже, по сути, пакуем чемоданы, чтобы отправиться в Иерусалим. Ну, сейчас у нас карантин, и возможности такой нет физически. Но духовно, оказаться в Иерусалиме, мы все с вами, конечно, можем. И именно этого мне хотелось всем нам пожелать. Еще одна короткая мысль, прежде чем мы закончим, вопрос, который можно задать. Прочитав вот эту очень интересную книгу Пасхальные годы, продравшись, так сказать, через страницы толмудических изысканий, разных интересных размышлений. Мы не встречаем там фигуры, без которой вообще невозможен исход из Египта. Имя этому человеку Моисей. Его вообще нет на страницах Пасхальной годы, куда он исчез, что с ним произошло. Это действительно вопрос. Это действительно вопрос, друзья. И, наверное, можно по-разному на этот вопрос ответить. Мне хочется ответить на него следующий вопрос. Ведь, по большому счету, мы знаем, что Моисей был самый скромный из всех людей. И об этом написано в конце Торы. Скромность не означает, что он не осознавал своего места и значения. Он прекрасно знал, что он лидер еврейского народа. Но скромность означает, что у него не было ожиданий, что ему нужен будет какой-то пиар. То есть, ему не было необходимости пиариться, и мудрецы прекрасно это понимали. Его присутствие имени Моисея в пасхальной годе в том формате, как мудрецы этот текст задумали для нас, для того, чтобы мы с вами выходили от рабства к свободе. Имя Моисея не столь принципиально и не столь важно. И тут есть еще одна очень важная идея. Лидер, подлинный лидер, на самом-то деле, он в каком-то смысле действительно слуга народа, слуга людей. Не то, как это говорили у нас с такой издевкой и с иронией по отношению к нашим советским вождям, которые были слугами народа, только номинально на самом-то деле все грибит от себя, как мы знаем. Подлинном настоящем смысле. Кстати, здесь мы видим в еврейской традиции смысл слова коин. Такой же коин, по большому счету, это привилегия, конечно же, служитель храма, но коин означает просто служащий, да, тот, кто исполняет службу, тот, кто на службе, то есть тот же самый слуга народа. И вот, друзья, мне кажется, что в каком-то смысле каждый из нас, каждый из нас может на секундочку задуматься, особенно в этом, году, когда, ну, волю, судя бы обстоятельств, мы с вами оказались разделены каждой своей кельи, каждой своей изоляцией, но все-таки соединяемся вот так посредством интернета, как и в чем я могу быть полезен моему народу, что я могу сделать хорошего для окружающих меня людей, может быть, кому-то из близких позвонить, может быть, кого-то поддержать добрым словом, может быть, кому-то дать сдаку и пожертвование, может быть, узнать, если вокруг вас какие-то соседи, у которых нету мацы или что-то им необходимо сегодня, мне хочется вам всем пожелать замечательного праздника, и чтобы он прошел у нас вдохновенно, чтобы мы нашли силы не просто, так сказать, пережить после этой тяжелой пасхальной уборки, пережить пасхальный сеток, а чтобы мы по-настоящему широко расправленными плечами и выпив четыре бокала хорошего вина, вышли, ну, не обязательно в астрал, как получилось у нас на этой лекции, а вышли действительно от рабства свободе. И большое всем вам спасибо за внимание, если у вас будут вопросы, если у нас есть еще время, я буду рад. Да, у нас все есть. Как в Греции. Да, у нас есть. Вот интересно, мне пришла в голову такая мысль, я не знаю, может быть, я не прав, конечно, но если народ не знает, завтрашнего дня, то есть, по-моему, с 7 часов завтрашнего вечера будет просто полная блокада абсолютно, вообще везде, по всей стране. То есть, можно максимально, то есть, вообще выйти нельзя. И такое впечатление, такое впечатление, что это как в Египте был просто Малахамалет. Вот есть Малахамалет, всем сказали сеть по домам. Вау. Вообще, как бы ассоциация, да, ассоциация, ты знаешь, что потом, то есть, голливудские фильмы наверняка будут вообще потоком идти, понимаешь, это что-то такое фантастическое, спец, не знаю. Верно. Китсов Астрал. Да. Господа и дамы, пожалуйста, если хотите задавать вопросы, ну, хорошо, народ думает. Народ, если вопросов нет, то расскажите, вопросов нет. Может быть, что-то в чате написали, сейчас посмотрим. Да, посмотрим. Написали Амэйн. Написали Амэйн, да. Ну, с этим не поспорить, да. С этим трудно поспорить. Окей. Ну, хорошо. Тогда всем праздника. Всем замечательного. Здоровья, продержаться, да, сидеть по домам. Малах Амавы, бахуц. Народи Малах Амавы, да. Все. Все. Это не про то время. Окей. И всем благословений. И до скорой встречи. Окей. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.